всем привет это saint radio и ведущий сайт советник значит так на сегодня у нас маленький обзорчик ведьмака минутку поставлю тут типа будильника вот я вчера и немного запустил но надо было на работу и поэтому три часа ночи только лег я ее где-то может около часика поиграл там в принципе ничего интересного вы не пропустили там обучение короче все такое боитесь дрожите детей груди прижимайте по нашим землям прошел император эмгир осадил так ну это вы все наверное видели уже так что поехали я ожидал немного хуку из лучшей графики но графика чистая сглаживание отлично качество деталей тоже замечательно потом она еще переведена на русский полностью что не может не радовать я каша дико извиняюсь но я тут что-то простыл короче поэтому иногда буду возможно кашлять или же чихать микрофон или еще какая шляпа вот это типа из серии первая из миссии такая изба русская типы тут надо сейчас найти этого какого-то дракона и там какой-то орел какой-то ненормальный так ведь с тех пор как мы избавились от веса из вороны прошло уже больше полугода избавились и не только от веса как там звали этого сукина сына друга друга братан чудовище злые люди добрые а теперь перемешалась как раньше было точно так же только ты деду забыл забыл не тяните меня возрастом попрекать у самого почти сотня лет за спиной да очень так интересный диалог получился вот это мы сейчас подходили к тетке там одной она говорит помогите там убейте зверюгу но походу сейчас на разузнать где она находится а мы покои ищи отойди приблуда походу у нас пиво в кружках не скисла так варианты диалогов отмечен значком вы используете акции значок на разум других существ понятно ну-ка живо было тут женщина одетая в черное и белое говорят пронеслась такая ночью по деревне так летела что родобора в канаву спихнула куда поехала не знаю с большака дороги во все стороны идут люди ведьма кумики разум отнял у тебя язык от нему если не заткнешься ну-ка ударила не жаль я упорол так ладно поехали чё там карта сверху подходим разговариваем в игре четыре фракции чего рад команд так что у нас трата времени скорее земля станет вращаться вокруг солнца чем ты поймешь правила могу я тебя отвлечь минуту почему нет альдер гель заслуженный профессор аксенфордской академии читаю геральт из ривии ведьмак незаслуженный я еще одну женщину длинные волосы ложа полная короче ищет эту женщину где-то около часа отыграл постоянно ищет что-то что вестница войны лишь сказка придется слушать чего делать то люди болтают что по ночам через поля ездит морок который выглядит как прекрасная женщина такая как ты описал за ней движется войско а того кто перейдет ей дорогу ждет несчастье плохая примета верить в приметы последний раз видели нет меня интересуют факты они легенды шлаб с ними не ожидал встретить здесь ученого я так понимаю ты бежишь от войны ровно наоборот детали очень кстати классно прорисована кольчуга это как таковая видосы которые видел там немного хуже было ну потому что наверно youtube все урезает венгардиум левиоса возвращайся лучше к своим книгам пока не поздно война это не забава здесь не будет выездных сессий списка опечаток и прочих диссертаций тебя убьют диссертации отчего же я гражданский безоружный соблюдаю нейтралитет сапоги что тебя за сапоги зарежут так война уже дошла до новиграда нет но это вопрос времени с одной стороны какой разговорчиво а когда же заткнешься это кость застрелил прошу прощения мы в новиграде ценим свою свободу и знаем как за нее сражаться особенно ученые блин уже 10 минут трендим не забывай что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены которых еще не сокрушила ни одна военная машина мне надо идти прощай погоди ведьма мне кажется ты гражданин мира может и в гринд играть умеешь нет и у меня нет времени учиться но ведь это так просто давай сыграй вообще почему нет я конечно слишком стар для такой шляпы могу ничего не запомнить вы делаете первый ход кимураном так начальные карты не другие вы не получите использовать их с суммом 10 карт понятно так копашный отряду поле битвы ваша сторона сторона противника во время хода лидеры обладают специальным умением выбрать карту из руки наверное поставим вот этого мощь данного ряда зажав два у него 5 сделаем так ничоси ты продуманная скотина этого поставлю блин у него два рукопашных один болен так 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 Так, а чё-то не вкуривай, и чё? Ого. У него даже три этих типа. Противник спасовал. Ну, на своих немного её надо. Нет. Надо карту лидера использовать. Так, а как мне тут... Игрок проиграл раунд. Ну, походу, надо этот самый. Больше всего набрать очей, что ли? Не понял. А откуда это ещё один тип? Я не понял. Как? Что за бред? Чего? Что за бред? Да, это игра не для каждого. Да слышишь, мошенник. Я ведётся побывать в Аксенфурте. Пошёл ты. Буду тебя стороной обходить. С котом поговорить, а не вон ещё что-то. Опять он её ищет. Нет, нет, всё, всё. Это пахнет сиренью и крыжевым. О, господи. Чёрное и белое. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Ну да, она пахнет сиренью и оливками. Ладно, выпью. Подойди, понюхай. Давай, давай, я её видел. Йеннифер из Венгерберга. Я не говорил, как её зовут. Но я хорошо её описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забывай. Ну, это феноменальная память, товарищ. Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. Мастер Лютик. Наверное, тоже пахнет сиренью. Ну, если только ему не повезёт, так же, как мне. И он не нарвётся на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии. Мясника из Блавикена. О, господи. Прости, но я просто обязан спросить. Короче, уже почти 15 минут прошло. Не твоё это дело. А я тут сижу, чё-то лясы точу. А то я тебе мечом голову прострелю. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчинка из Гарнизона её видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Чёрная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Нарала на командира гарнизона и помчалась дальше. Крыжовник и сирень. Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Мы, люди с большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в меде, а ты будешь поблизости. Конечно, 300 часов выграто. Так, а жуть. Ну что, выпил? Выпил. Ага. Тогда упердывай. Нам здесь таких не надо. Походу, кто-то хочет по щам. Может, ещё кого на помощь позовёте? А то вдруг втроём не справитесь. Чё? Да я б тебя один наступил. Иди сюда, Вася. На голове и руки связаны. Хотя нет. Тогда тоже нет. Честно, Лешка, отойдите. Дам бродяге науку. Один на один. Иди, иди сюда. Приятно было познакомиться. Так, иди сюда. Я уже забыл, на какие кнопки там надо было нажимать. Давай, падла. Давай, падла. Тут можно, кстати, на кнопку зажать. Если кто смотрел стрим, зажимаешь на кнопку А. И он сам, короче, чешет. Сам. Ну, лошадь сама, короче, скачет по... Тому... Ну, по той дороге, которую ты выбрал. Можно даже стиком не рулить. Куда побежал? Медальон дрожит. Медальон дрожит. Это место силы. Эй, эй. Ну-ка. Да, стой. Ух, значительно сильнее нас. Валим. Как мне свалить? Так, лошадь, иди сюда. Валим отсюда, давай. Пока там не наваляли тут. Здесь что? Кстати, про графон. Такой красивый, блин, вообще. Сглаживание шикарное. Ни одной лесенки нет. И, как таковых, просадок фпс я тоже не заметил. Опа. Стоем-ба. Ну-ка, давай, я тебе сейчас... Так. взять и взять это ящики чё ли укрепленная кожа магический предмет гвозди какой-то оптим мус прайм раки болен олень вроде туда прибежал клана а по рогам похож на местного ты похож на того кто ищет неприятностей наоборот я от них избавляю я ведьмак ведьмак капитан петер сар вин леви сейчас в башне за воротами направо не такие уж вы черные страшные когда хотите умеете быть вежливыми не привыкай но блин я умничаю то тоже по рогам обхватишь это за трава тут растет гербарий чаю тут можно заварить как-то сидит там бубнит чё бубнишь так уют оружие делают доспехи так сколько деревня даст зерна сколько скажете ваше превосходительство хочу все на смотри мозоли видишь какое я тебе ваше превосходительство крестьянин я так и давай говорить как мужик с мужиком сколько сможете дать сорок корцов было и больше только наши то есть темерцы раньше уже забрали и дадите тридцать уже хорошо ну по рукам скоро жду транспорт какой милосердный человечище кроме старта я вызывал только кузнеца вилле краснолюдо ты для него высоковато да ты прямо капитан очевидность не зрели ведьма в адгер понятно почему я не слышал шагов чего надо я нефер из венгерберга куда она поехала это военная тайна ты все еще не выставил меня за дверь не позвал караул значит у тебя есть предложение тут в окрестностях завелся грифон убей его тогда посмотрим что можно сделать да по рукам но прежде чем я начну пару вопросов знаешь где у грифона логово сперва он держался возле лисьего бора я послал туда патруль пятерых молодых ребят два дня спустя их нашел охотник я бы их не узнал если б не бляхи с тех пор грифон нападает где попало деревне полях на тракторе на тракте значит он бросил логово придется ставить ловушку судя по твоему тону это будет непросто чего тебе нужно для приманки мне нужна одна травка крушина грифон почует ее запах за десять миль кру крушина впервые слышу но я еще не слишком хорошо говорю наверно сперва ты выучил основные выражения руки вверх вздернуть нет сперва были поговорки например не играй с огнем загляни к тамире остроту они друг друга сейчас просто перебивают мне нужно больше сведений об этой твари какого она пола почему бросила логово может тебе очевидцев привести они скажут не больше того что я уже знаю надо осмотреть место где погибли твои люди как звали охотника который их нашел мыслов у него хата к югу от деревни у самого леса полезный человек хотя и странный так ладно окей давай до свидания не часто взять короче так ну что папа 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 одну задачу в задании так взяли задание на грифон а сейчас она на пуху бахнуть перец перец сталинки но вниз чесать да понятно ну да на карте как бы показано я тут что сейчас хожу еще аэнмедедедэ пендахос с помощью дорожных указателей вы можете быстро перемещаться из одной локации в другую подойдите к дорожному указателю нажмите а переход нормально можно телепортироваться ну вообще как бы позитивный такой момент так а где найти мне лошадь так нажать на стик короче дважды и лошадь сама придет тебя за километры лотва не так быстро такой бегает так 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 куда ты побежал сюда это верно отец да понятно там прикольно тоже трава такая прогинается есть кто наверное на охоту ушел так так это у нас чутье следы свежие мыслов только что вышел там так там и там и вот Волки? Это нет. Дикие собаки. Да, они опаснее волков. А, поэтому ты с луком? Собаки опаснее волков? Не преувеличивай. Говорю, как есть. Знаете, почему? Не кусаются. Сейчас узнаю. Потому что волки охотятся, чтобы утолить голод. А дикие собаки убивают для забавы. Совсем как и люди. Да. Многому они от нас научились. Почему бы и не жестокости? Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нильвиарцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца-чудович. А ты проницательный человек, друг мой. Я вам покажу дорогу, конечно, но... Собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Ну что, придется и тебе помочь. Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стал быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. Грифон улетит. Так что, ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами. С начала войны. Как солдаты через деревню идут. Мужика убьют для забавы. Ой, прошу прощения, ребята. И девчата. Так. Побежали. Куда-то там. Она не нужна вообще? Так, давай пешком пройдемся. Так, как мне эту херню вообще... У них что, есть? Мясо. Собачье мясо. Так, а как мне тут... А, поговорить. Что-то конюхом, ну да ладно. Да, ссори, братан, давай показывай. Нет, 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 нет. Вовсе нет. Ты что, покажешь, где нашел нельберцев? Ты знаешь что-нибудь об этом Грифон? Так, очки умения. Вовсе нет. Нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok пока она спала капец просто шеллок холмс какой-то я клювы стерты в подшерстке седые волосы и было лет 10-12 грифона находит пару молодости и так на всю жизнь значит самец примерно того же возраста жесткая пусть густое оперение королевский грифон это объясняет почему самец которого я встретил был так агрессивен сперва он напал на нельбанцев здесь в лесу а потом начал рыскать по всей округе подготовка к бою так ну я думаю сама отсюда изливается магия чё это а вот так вот да за 4 кирилл Иди сюда, псина. Садись. Она пошла. Что я тут так срезал? Придержи. Что? А, это, походу, ну понятно. Наоборот, передай-ка мне двоигрот. Это такой красный цветок. Ну-ну, вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано, но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоигрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Нарколыга. Это все, что я могу для нее сделать. Здесь, в округе, растет крушина. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды... Будет вонять хуже падали? Я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифоны. Крушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. В сей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. У кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Сара... Хер узнает, как ты там еще. Хер узнает. Приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Не думаю, чтобы ваши дела волновали императора Емгыра. А капитана, пожалуй, что волнуют. Он порядочный малый. Ну да. Пять минут с ним поговорил. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Да, но сори, мне пора. Я заказал пиццу, и скоро она должна приехать. Так, ну что? В принципе, что мы имеем? Значит так, ребята. На этой радужной ноте я пока закончу все вещания. Если кому понравилось, я могу поиграть его дальше. Как бы сделать еще немного прохождения. Может там какие-нибудь немного больше экшена будет. Больше разговора от меня, меньше разговора от них. Пишите в комментариях, чего бы вы хотели. И посмотрим, сколько будет просмотров. И с самих комментариев, естественно, стоит ли делать дальше обзор этой игры или же нет. Так что ждем ответов. Всем спасибо и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!